Как меняются Мары Лукашенки и чему мимо выборов прокинули ягоную доверенную особу? За что затрымали пятерых былых милиционеров и чему помер начальник Аршанского Рауз? Витаем, сябры! Гэта наша нива и зараз мы усё вам расскажем. Лукашенка протягивая менять законы. На гэтый раз он официально дозволил войсковцам стрелять у беларусов и теперь без попереджения и отказности. Стало ведомо, что Лукашенко унёс поправки во указ об статутах Узбройных сил Беларуси. Коли ранее войсковцы были обовязаны попередживать правы корыстания сброи и перший стрел рабить у поветра, то тяпер опошняга можно не рабить. Особно додадзена, что сброю можно уживать и супрать тих, кто здешняя администрационное правопорушение. У новой редакции указа подкресливается, что войсковцы не будут нести отказности, коли выкористание сброи сдарывалось у отповедности со статутами. У теперешних умовах, коли законы не працуют, это означает, что человек не понящий отказности, пока Лукашенко знаходится во уладе. Тяпер же Лукашенко просто узакон не удазвол забивать беларусов. Но вот, коли войсковцам нельга было уживать сброи супрацивильных, то за это никого не карали. Коли спецназовец Роман Гаурылов забил Геннадия Шутова в Бресте в жню не 20-го, то виноватым признали самого протестовца, а Сябра Шутова Александр Кардюков отрымал 10 годов колонии. Раптовная смерть милицейского начальника. Еще в пятницу начальник управления внутренних справ Аршанского райвыконкама Сергей Барвянко веншавал с юбилеями ветеранов милиции, а в неделю у его, как стваджается, прыхапило сердце просто на працонном месте. Информацию про смерть Барвянкова подтвердили порталу «Зеркало», але причину не назвали. Мужчину было усяго только 48 годов, и он уся жуцё пропрацаваў у милиции. Почынаў с пасады участковага, а потом нікатары час узначалюваў Талачынскі адзел унутрыных справ. Менавіта пад кераўніством Барвянкова ў Оршы адбываліся палітычныя рэпрэсіў ў апошні гады. Чым може займацца ўвольны час 75-гадовая пенсіонерка з Глыбокага? Прадаваць котэдж ў Драздах за 3 мільйоны доляраў. Гэта історія тягнеца з 19-го года. Тады 71-гадовая Антоніна Раманова безпаспяхова спрабывала прадаць недобудаваны дом ў элітном районе Амаль за 900 тызэч доляраў. За наступныя гады будынок змяніўся да непазнавальнасті. Яго цалкам перабудавалі і знов выставіли на прадаш. Але на гэты раз Амаль ўтры с паловой разы даражей – за 3 мільйоны 200 тызэч доляраў. Можна сабе ўявіць сітуацію, што беларускі пенсіонер може ўсё жыцё откладаць гроші і побудаваць элітне жылё. Але ў выпадку з Антоніной Раманова ўразгадка крыецца ў особі ёйна газяця Валянтина Шаева. Той узначаліваў следшы комітас з 12-го по 15-й год, пасля чаго зник з публичной просторы. Дарэчы, ў свой час ён прапановуваў ўвести дадатковую адказнаць для занадто багатых чиновников. С интерьерами дома тез Шаева працаваў не безгустовны дизайнер, а на матеріалах ўладальнікі явна неэканоміли. Ніяка гэта бі кераміна тіліцькай лакофарбы, а тое, што тэнкука італьянськая, а фарбы амерыканскія, падкрэсливаецца ў аб'яве. Ужодзене за палітику затрымалі аж но пятарых былых милиціонерав. Пасля выборов 20-го года яны записалі віда з засудженням гвалту сваіх каліх. Прас три з паловай гады па іх прышлі. Як пішавы данні «Экспрэсбай» на минулым тыдні затрымалі Ігара Кісляка, Вячеслава Ільіча, Андрея Дарошку, Віталя Папродцкага і Дзмітрея Удовіна. Усе яны сышлі на пенсію ў званні падпалковніка. Учым віновацяць былых челвіков і ў якім яны статусі, пакуль не вядома. Трагедыя адбылася ў Мінскай радзільні номар 5. Молодая жанчына опубліковала у садсетках зварода Лукашенкі, де просить разобраться у обставянных смерті сваёй новородженой дачки і покарать віноватых. Перша тежарнасть 31-годової Катярыны Сухоруковой протягала без ускладненьяў. Роды не почалися самі, тому жанчына приїхала у родильню у дзень плановой шпіталізацій. Плод був більшим за 4 кілограмы, однак докторы не стали робить кесарова сячыння. На протягу двух дзён медакі спрабывалі стамуліваць пачатак роду таблетками, але гэта не спрацавала. Тады жанчыне пропанавалі спеціальны ёль. Яна пагадзілася, але хутка пашкадавала, бо почаліся моцныя схваткі. Роды проходзіли амаль палову дня. Дзіцяне апускалася ў родовыя шляхі, а докторы тіснули жанчыні на жывот. Бліжай да ночі схваткі стали згасаць. Вытягываць немауля прышлося вакумам. Малоя не заплакала і адразу пачаліся рэнімаційныя дзіні. Адно спыненне сэрця дзіця змагло піражыць, але пасля другога дзяўчынка памерла. Прышынай смерці немауляці пазначылі цяшкую асфіксію. Тобог дзяўчынка вельмі доўга была без кислороду. А яе маці ўпэлнінае, што калі б докторы зарабілі кесарова сячыння, то дзіця б було живоя. Мінздароўе ўжо адреагавала на таргедую Катярыны Сухаруковой. З ёй і ае мужам ўжо сустрывча новый міністр Александр Хаджаю. Йон выказаў спочування так само заявіл, што пры ёгоным ведамстве была створанная комісія для оценки дзіні ў доктороў Мінской родзілині номар пяць. Нажаль, вышей огучэны выпадок не Одзинковы. Прышына цынічныя і жудоснае, бо докторы не хочуть псаваць статыстику паколькості кесарова. Минздоровья потребует проводить роды при помощи операций не больше, чем у 30% выпадков. Для правонания в Европе кесарова сейчас не будет делать амаль в полове выпадков. Пока белорусы просить помощи у Лукашенко, сам он делится своими марами про Россию. Сегодня в Минск привезли чаргового российского губернатора, на этот раз с далекой Камчатки. Владимиру Солодову Лукашенко лисливо рассказал, что белорусы это самые надеянные люди для россиян, а так само пропоновал керавнику в вельми далекого региона экономичная и промысловая макчымасти нашей краины. А кроме того, Лукашенко рассказал российскому чиновнику про свою мару побывать на Камчатце. Про прегазотик этого края ему небыто шмат рассказывал Путин, подчас их опошлесу встречи у Санкт-Петербургу. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке, я его спросил про Шукотку, где он побывал, что, как, и он мне говорит, ну такой безмолвный тяжелый край, а вот Камчатка, говорит, это совсем другое, это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами, и я все планирую как-то посмотреть на этот край, и он меня все время приглашает, говорит, вот на Алтае, на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать и Байкалы, чтобы красоту за Уралья, вот этой России мощнейшей. Ясче уж дни вне минулого года Лукашенко рассказывал, что мэрыць побудовать белорусский самолет, але тепер, як башна его на ожидании, стали куды больше приземленные. Нечаканный скандал бакол Святланы Тихановской. Стало вядомо, что я ее прослуховывали подчас визиту у Польшу, а конкретней у варшавским гэтэлли мэрыат. Рабилася гэта с подачи тагачасной керуючей парты «Право и справедливость». Я ныне законно сочили за своими оппонентами с польской оппозиции, такими, як Дунальд Туск. И подчас его встреч с Тихановской польские спецслужбы прослуховывали гэтэя размолы. Теперь по справе идти расследование и подозрают, что до прослуховки приклали руку навод былый министр внутренних справ Польши и его наместник. Бывая и такое. На выборы не зарегистровали доверанную особу Лукашенки. Андрей Барбашинский сбирающий у депутата Гродинского областного совета от Ашмянской округи и навод подав документы на регистрацию, але нечто у «Апошний момент» пошло не так. Барбашинский – наместник старшини Белорусской федерации гандбола и олимпийский чемпион в этом виде спорта. После закончения карьеры он занялся бизнесом по выпуску матрацу под Гродном, а в 2020-м был доверен особой Лукашенке на президентских выборах. Але с чему Барбашинского прокинули мимо депутатского кресла невядомо. Могчима у некий момент Лукашенковец перестал быть надеянным. У вынику выборы выиграя загадщица сектора культуры Ашмянского райвыконкама Вольга Борисенко-Рабко, якую додалі у бюллетені ад Коммуністичной партии. У ЕЕ просто не будзе супернікаў. Які працовны досвід мая даношица Вольга Бондарова? Два гады за ўсё жыцё. Активістка вылучаецца ў депутаты Мінского городского совета, і тому была вымушена апубліковаць свою біографію. І там знайшлося некалькі цікавых фактів. Вольга Бондарова народілася ў 82-м годі ў вёсты Чарлёнка. Такі этапонімы ёсць ў Дятловскім і Мастовскім районах Гродзеншчыны. До 35-ти годів яна афіційно нідзі не працавала. Гэта частка біографіі елегантна апушчына. Падобно, што за гэты час будучая доносшица паспіла пасадзець ў дакрэте і трапець падсуд за контрабанду цыгарэт. У 17-18 годах Бондарова була занятая ў сфері гандлю. Ну і ўсё. Пасля гэтага яна вырошыла хоч десь і павучыцца. Тому пайшла ў індустрияльно-педагагічны калеш паспіцайнаці еканаміст. Але гэта ніяк не адбілася на жаданні папрацаваць. Цяпер яна вучыцца ў педагагічным универсытеце, а так сама падпрацовывая адказанай сакратаркай газеты коммуністычной парты. У документах выборчы комісії Бондарова пазначынае толькі як студэнт. Даносшыцца балатуецца ў Мінскім районі Уруча, але шансаў на перамогу ў яе амальняма. Бо там ўлады ўжо вылучылі сваіх, больш надзейных кандыдатов. У Мінску закрылі другую выставу за некалькі дзён. Экспозиція ў Гонар 110-й годзі написання культовага чорнага квадрата Малевича адкрылася першага лютага, але ўжо трэцега на сторонце Палаца Мастацтва ўзявілася павідамління пра закрытё па тыхнічных прычынах. Ці адновіцца выстава пасля невядома, але верагоднаць гэтага ў сённішніх реаліах невялікая. Прац Малевича, який некаторы час выкладаў ў Витебскай Мастацкай вучэльні, ў экспозиція не было. Там паказывалі творы сучасных беларуских мастакуў, які былі натхнённыя авангардызмам пачатку 20-го стагодзе. Падобна ў гэтым і крыцца прычына раптовнага згортвання. Гэта другая выстава за тыдзень, якую раптовна закрылі ад глядачоў. Раней мы расказывалі пра згортвання экспозицій пра народнага письменніка беларущі Василя Быкова, якую таксама не адмінула лукашанговская цензура. Дзяўчына прышла ў ЗАГС, а на яе выкликалі милицію. Тыктокерка Зберазіна апубліковала некалькі виды, ў якіх расказала пра свае прыгоды ў адзелі ЗАГС, якія лець не скончыліся судом. Дзяўчына ёсше летом хотіла домовіцца на выязную регістрацію шлюбу ў сядибі, але начальніца адзела адмовіла. Тадыня веста попросіла дать ё адмову письмова, а як скончылся вызначіны законом термін на адказ, пайшла ў райвы конкам. Усё скончыласе конфликтам. Чиновніца пашала выгонять наведницу, а пашля выкликала милицію і паспробовала выбіць телефон з рук. Загаджыцца ЗАГСа доводіла милиціонерам, што неявеста хулиганіла і уварвалася ў яйе кабінет, калі там былі інші наведнікі. Человіки гляделі відео з камер, а так само з телефона блогеркі, і ў выніку адміністраційну справу заводіць не стали. Дзяўчына ўжо нікалькі місяців спробує добіцца пакарання чиновніцы, і дайшла навед до адміністрацій Лукашэнкі, але адказ паўсюль адзін. Пакараць начальніцу ЗАГСа нема зашто. Калі вас хвалюю асабістай жыцьо аутаркі Відея, то я ё па выніку ўсё ж расписалі. Сентіментальны рамантык Змагілёва. У двары аднаго з домов па вулиці Кривуліна ў обласным центры зауважалі незвычайну конструкцію слова «прасти» злітор і сардэчак метровай вишыні. Хтось ці так моцна правініўся, што навед ўстановіў па перыметры лямпачкі, які свецецца ў темры. Ці і даравалі мэгілёвскому рамантыку невядома, але спроба пераканаўчая. Вось такіе новіны Панядзелка. Падписывайціся на канал, ставці лайкі альбо дызлайкі і выказывайціх заувагі ў комінтарах. І, канешні, чытайці нашу ніву, глядзіці нашу ніву і любіці Біларусь. До сустрэчы заўтра!